Всем привет! И мы в Питере! Здесь сегодня, то и завтра, здесь играет наш факел против Зинита. Это Кубок России. Мы на Питере. Отправляемся искать, кто нам споёт туман. Всем кубок! Продолжение следует... 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 И вот с нами Дмитрий Колоб, царь Мэй в Петербурге, Дмитрий всем вам известен, организую каждые выезды, и вот мы узнаем. Дмитрий, как вообще это произошло, что ты отмечен начал организовать выездные боевики в Баке? Слушай, был такой, Волгоград, кажется, выезд, и я просто хотел поехать, и не нашел, как это сделать, и вот такая идея появилась, что ну давай ее попробуй сам, может быть, люди, только я один из такой. И так, получше, мы собрали маленький автобус, Волгоград, 19 человек, или 17 человек, и все, как это пошло, было это крико сказано. Последний раз каждый выезд, да, я понял то, что оказывается, люди хотят ездить, а они просто не знают плаву. Они так, понимаете, такие билеты, не встать, билеты на поезд, на что-то, или просто их нету. Ну вот, так как получилось, да. За все приходы, какой был самый сложный, самый сложный физический или моральный, вообще, да, и физический, и моральный, вообще. Физический принцип, наверное, это, наверное, колесо-ребен, господи. Это огромное здание было превращено в господи. Енисей, да, там Саяк. У нас Питера стал Саяк. Потому что, да, там полгода в Сочи был по хранитту. Мы не ждали вообще Стыков, честно говоря. Ну, просто так получилось, да. И на этом дело было в том, что я в этот момент жил в Сочи. Я из Питера вернулся в Сочи на один суток в Сочи, во всяком Саякске. Можно было, ну, в плане, вот, ездить в Сочи, конечно. А морально, ну, наверное, на автобусе, ну, даешь, таки, сейчас сам дарится в Грозную. Ну, вот такой, физический залет. Потому что очень много блокбастов, как-то, вот, люди с оружием, как-то, вот, такая атмосфера метровая, морально имеете в виду. В моем основе он получил главный депутат в Сочи. Знаменитого Синого Творца. С ее автобусом Шриево. Стал, стал первый сезон, когда мы были в Куре, в Куре, в Куре. Треть сезон. На тот момент было 35 тысяч. Часть неверно, да? Ну, может быть. Ну, восклинили в 1916. Не, не готов. Стал, ну, верно. Получается, это туда-назад. Может, пополам делитесь, и два-два-два. Проезжую часть, разобнули шанса. У нас за один сезон в поселке, и сотрудник в Куре был шестоладок. Но у нас как-то сезон из-за золотых морей. Потому что на Малинию окрашивала с 3 стеклянда, желающих, мол, систирчал не вальзий. И у нас советском Малинской не готовили пироги с коллегой соответствующих диалогов. Между компенсацией? Туда назад, туда, туда, туда целого, по камерам... А там, какое самое запоминающее событие по СМС, что это было за время? Плюс, наверное, абсолютно точно. Наверное, многие поддерживали. Заголкали играть, но это правда. Потому что это было в один сезон. Когда мы по телефону следили за тремя матчами подряд, как они здесь играют. И когда мы вышли в вышку. Когда мы потом встречали игроков в дождь. Это абсолютно эмоционально забываемые. Слезы, сопли, что-то вообще не понятно. Потом мы пошли отмечать всё это дело. Блин, очень круто. Я играл, я был в нём один раз. А, это так не получилось. Теперь Паутика выглядел. История с актером. Вообще-то историю в Балере интересно. Твой первый матч за партий. Когда у тебя первый матч, я даже не знаю, что об этом сумма чертить. Матч на сезон. Матч на сезон. Матч на сезон. Слабучий ресторан построен. Учитель. Не очень давно. Воспалено. Не очень. Ну как, диспет. Да, это вроде не очень далат, диспет. Но люди есть, которые у нас ходят в месяц в последние годы. Ну вот, в Украине сообщили, что он не готов. Например, там. Ну там за всю историю в Балере. Вот я не считаю Калининграда. В том, что в матче наиболее всего закончится. Здесь всё-таки это большой срок. Да, слушай, запомнился. Почти, что вы будете на полу. Видите? Да. Что он так чёрно на Силане. Когда вот там что-то массовое. Такая была крутая. Это полностью матч. Домашка с динамо. С того же. Техмеровый, оказывается, у меня ждать. Очень круто. Такая поддержка. И у меня сейчас очень тяжело повторить. Но по полноводности это шестая. Запоминаю те же, опять, что езды, когда минимальные. Вот в Варенбург у нас был выезд, когда мы поехали на автобус с тером. То есть самый маленький. Для меня это был самый маленький. Здесь человек езжал на автобусе. То же самое с прошлой нескольцей. Ну да, там были, как бы, какие-то. Такая пара была на сентябре. Возвращаясь. Когда собрались, там, саможённые спасатели. Возьми и шутяль. Вот такие, что, может, поминаются. То, что Москва, там, большой, гибрид, шрупный. По.. Это, конечно, очень и так. Но они немножко дамылили. Начинается навигация. Все-то знают, что мы ездили в тысячу людей поедем, когда принимаются крылья и салфетки. В общем, какие-то большие, либо маленькие, что вот такие сложные. А сколько всего максимально ты выбирал? Вот, кстати, в этом туре, в первом туре, где нам попили, был первый тур у нас в Краснодар, в самом первом сезоне, у нас есть коллега-котловец, тронцов к заказе Теренстагу, под открытым шмолитом. На «Динамо» их 233. Итальянский архитектор Антон Ренальевич, число 32-40, и 2-2-3 где-то по 25 месяцев. Трудности возникают найти отмены на транспорт, чтобы всех людей перевезли. По началу возбукает в час-месяч. Ну и сейчас тоже иногда возникает, но... В процессе работы, и уже у меня есть перевозчики там, с которыми мы все время ездим. И они уже отслеживают даже нашу таблицу, нашу таблицу, и они для меня уже бронируют. Они уже знают, что мы едем, вот. Ну, иногда получается то, что нам не хватает, например, приходится там что-то искать. Но опять же, по своим перевозчикам все это находите. Не было того автобуса, не уехали уже. Ну как, Ростов, Ростов? Да, когда у нас сломался автобус, уехали все. И уехала, по-моему, потом было там, у нас 15 человек. Да, ну так получилось. В общем, смотрим. Причём, да, прикольно. В Ростов-Ростове попался и в первом сезоне, буквально я имею в виду. И в прошлом сезоне. И вот в будущем, вот буквально Ростов-Ростове. И это прям хобби какая-то. Я очень этого боюсь. Ну вот, да. Я надеюсь, что мы ее расколдуем. Да, да, да. Поехали. Сбывает. Это просто. Это лето, это сезон. Кто-то танец, к сожалению. Но ты пока останавливайся на сегодняшний день. Зачем тут? Посмотри, что мы делаем. Блин, я даже не думал, что так будет. Я просто хотел. Получилась просто какая-то. Гидравлическая система с электрическим пилотом. Позволяет боевую струкцию весом 360. Да. И не только на выезды и на домашних. Мы встречаемся с помимо выезда. Там и где-то. И где-то. Не без мальч. Ну, то есть там и какие-то энергетики встречаем. И там. И кем-друга поздравляемые активы. То есть. То есть. То есть. То есть. Это же донорует какой-то. Мы же все эти шлуги полезные можем быть. Блин, это очень дурка. В тысячи дайдем году на Альбусе в Дородске нет. Точно нет. До чем, не совсем. И все приносят больно. Это же было построено каменное число. В этом сезоне. Они все в Рыбе посетители. Или есть сомнения. Планируют все. Планируют все. Планируют все. Планируют. Планируют. А вокруг него была первая площадка. Надеюсь, будет какая-то мишня. 1120. Такая не будет. Это хотя бы Красноярск. Такое. Потому что, если вы говорите, что договор со Шрицей, он должен быть сложен в моменте хотя бы в одном. Значит, человек, конечно, не согласен. Пусть тебе даже вспомнить будет месяц. Пусть 2-3-8 поездить. А вот после Питера Красноярск утром воедет. Что же такое должно быть? Живое, и финансово, и ученические. Но именно это ты будешь потом вписать. Маткутцы, как вам надо говорят, вам надо. А вот я тебе о нем сразу же курсов, который вылезет там. Я его помню. Напоминает нам и о том, что на Троицкой площади работал на время того же пора. Здесь были дома, уже расклады, и гостинные дворы. Правительственное и административное здание. Уличный показатель, да? Да-да, все. С вами предмитрий Хобзер. Мы еще, если что-то, вопросы задаем. Если что-то найдем в шоке. Мы запишем. Тот, который надо. На популярное швейцарское кондитерское, которое не только славилось прекрасно, но и вошло в историю русского государства. Здесь, в репетициях писателей и поэты, обменивались новостями из общественного ручка. И здесь, думал, и целых садов и искусств. Именно отсюда. 27-го года. И звезды давят по нагрузке. Не продохнут. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла И в воздух я дай дыхать ручь. Тебя свернуть из-за шагов. Вот у нас получилось, что болельщики факела сняли целый теплоход. Скажите, вам эта проблема не составила? Никакой. Абсолютно рады, что вы обратились в нашу компанию. С удовольствием прокатим вас еще раз. Кучу есть вариантов для вас в дальнейшем. У вас адресок скажите, пожалуйста. Анбриалтийская, набережная 8, Смолинское пароходство. Рады вас видеть. Отлично, спасибо. Всем привет! Мы на Газпром-арене, где встречаются чемпионы прошлого сезона Зенит, Санкт-Петербург и Факел, Воронеж. Ну и все, друзья, мы на Газпром-арене, точнее, рядом с ней. Сейчас я получаю свою аккредитацию и иду в трибуну СМИ. И там мы, как всегда, вам все покажем, все расскажем, как устроено здесь все на стадионе Газпром-арена. Блин, пока шел, тут искал выход, а подошел к парню с таким же бейджиком, как мужчине, с таким же бейджиком, как у меня. Это оказался руководитель матч-премьер. Хорошо пообщались, обменялись контактами. Возможно, подпишется на мой канал. Я уже сказал точно, что посмотрит. Так что, блин, вообще тут хоть что-то полезное у нас получилось отсюда. Ну и вот мы уже на трибуне СМИ попали. Давайте вам покажем пресс-центр Зенита. Здесь можно покушать, взять еды. Здесь все сидят, работают журналюги, блогеры. Журналисты, блогеры и другие ребята, которые получили аккредитацию так же, как и я. Огромный шестой ем! Продолжение следует... Здравствуйте! Я вижу, вы пришли с ромашками. Это как так оказалось? Подарили по дороге сюда. А почему шарф не подарили? А вы за пакет болеете? Да. А вы часто ходите на матч? Ну, почти на каши. Вы с Воронежа приехали? Да, это и я. Как себе? Классно. Классно говорю. Хорошего вам матча. Что пока идет матч? Кратенькая экскурсия по Газпром-арене. Ребятки, самое интересное из Газпром-арены специально для вас. Огромная арена Синия. Здесь огромная акустика и очень слышно болельщиков, которые так редко приходят здесь на матчи и кричат. Сегодня здесь есть фанаты Зенита, которые, ну, прям поддерживают, как и фанаты. Когда я в прошлый раз здесь был, здесь просто хлопали в ладоши каждые три минуты. Сегодня, сегодня здесь очень шумно, и я боюсь, меня даже не слышно. И знаете, что еще круто, что здесь все стюарды осведомлены, где что находится. Сейчас просто подошел к стюардам, и они мне просто рассказали, где здесь все зоны активности, где здесь все, что находится. И вот сейчас я пойду все это снимать. И вот мы просто, я шел по трибуне и зашел в огромнейший фан-шоп. У меня слог нет, такой он большой. Тут вот есть экран сразу, можно посмотреть. Вот Академия Зенита, их там видеоролики промо. Здесь вот сразу детские формы идут разных цветов. Также вот формы тоже детские. Есть вратарские комплекты. Вся возможная атрибутика. Носочки, банные принадлежности. И вот мерч уже идет просто на любой выбор, какой хочешь, черный, синий. Все тоже вот этот вот отдел детской одежды. Есть также для девочек. И вот красивые девочки здесь еще наводят красоту, становятся еще красивее. Так что, блин, вообще это, конечно, это зенит. Раздевалки, тут ничего нет интересного. И идем дальше, снимаем. Здесь много парней. Конечно, очень много опасных сейчас моментов. Трибуны кричат, шумят. Но мы снимаем вам фан-шоп, потому что раньше на это не было времени. Как вы знаете, я получал аккредитацию. Очень долго. Шапки львов. И вот все возможное вот такое атрибутика. Блин, это просто... Здесь можно очень долго ходить. Также есть вот мячи. Санечек сам себя пробьешь? Санечек здесь, да. Мяч стоимость 1900. Мне кажется, не знаю, кожаный, не кожаный. Но выглядит круто. Выглядит круто. И вот такая касса здесь. Я хочу себе взять магнит. Смотрим, что еще здесь есть интересное. Вот есть сережки, ювелирка. Есть галстуки, есть часы. Вау, это часики. А это, видимо, первые шарфы, которые были созданы. Ну, первый мерч. Первый мерч Зенита. История, описанная. Советский уголок такой. Здесь вот можно посмотреть матчи на старом телевизоре. Ну и на стадионе «Синит» здесь крутейший обрез ножа. И здесь вот есть телевизоры. Ты посчитай на каждом столе. И вот отсюда вот такой вид на поле. И если тебе не видно, ты можешь посмотреть вот отсюда. Футбол прямо, прямо. Я допустил максимальную ошибку, пока я пил кафанчик. Оказывается, здесь можно было взять прохладительный пивасик. Правда, нулевка, но другого нету. Думас, ну ты не расстроился? Да нет, конечно. Зачем расправиться? Это все-таки Зенит. Надо понимать. И это пулы, за которыми мы не цыкаемся вообще. Хотелось бы немножко зацепить хоть за что-то пока. Пока ни за что не цыкаемся, как не конечно. Ну, какой лошадь. Ну, старание есть, слушай. Игра хотя бы какая-то есть, злодовитая. Это лучше, чем с Агроном хотя бы было. Здравствуйте. Аккредитация не дает права просмотра. Да, вот нас заставили подвинуться чуть-чуть. Ну, блин, что по игре, Димас, твои впечатления? Ну, слушай, у нас вообще играет, конечно, такой состав экспериментальный. Ну, есть какие-то предпосылки, конечно. Нам тяжело податься даже с третьим составом Зенита. Поэтому, ну, какие-то предпосылки есть, что-то, что-то есть. Кто-то впечатлился в работе, может быть, там есть сутная битва. Ну, слушай, конкретно игрок какой-то, наверное, нет. Не буду выделять. Никто такой прям заметный, наверное, не был. Сделать игроку или менее. Молодежь, что-то показывает. Я вам сейчас одну инфу скажу, но мне не перегородить. Молодежь, что-то заставило. Молодежь! Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч! Увидимся на поляне!